Привет! Это обзор популярного смартфона китайской компании Xiaomi Redmi Note 2. У меня экземпляр темного графитового цвета на 16 ГБ с поддержкой международных частот. Начнем же с самого главного. Сердцем данного устройства является процессор Mediatek Helio X10. За графику отвечает PowerVR G6200. Стоит отметить, что телефон никогда не греется, а если даже играть на нем, становится едва теплым. Это однозначный плюс. Это не какие-то вам Qualcomm с его горячим печкой. Корпус же смартфона сделан целиком из пластика. Переднее стекло закаленное с неплохим олеофобным покрытием. Палец скользит по экрану очень хорошо и приятно. Отпечатки почти не остаются. Удивительно видеть на столь недорогом устройстве качественное покрытие. Сам же экран размером 5,5 дюймов, разрешением Full HD 1920x1080 точек, тип матрица IPS. Экран, кстати, можно регулировать по контрасту, а также по балансу белого. Основная камера смартфона тут на 13 мегапикселей, производство Samsung, 5 линз и диафрагма 2.2. Переднее 5 мегапикселей, диафрагма 2.0. У камеры имеется возможность замедленной съемки, упрощенного ручного режима. Фокусируется она крайне быстро и очень правильно. Баланс белого почти всегда верный. Настроек много, можно регулировать как режим замера экспозиции, так и уровень контраста на конечных снимках. Однако камера снимает в статике, как оказалось, средненько, не хватая детализации на объектах. В ночное время суток очень большое количество шумов. Увы. Задняя крышка съемная, под ней доступен для смены аккумулятор емкостью на 3060 мАч. Два гнезда для карточек Micro SIM и Micro SD. В телефоне один радиомодуль. Углы обзора экрана очень хороши, да и вообще экран в данном смартфоле это самая гордость. Сам же интерфейс в ней, как любитель настроить все под себя, очень-очень понравился. Если вы такой же, как я любитель персонализации, этот телефон точно для вас. Настройок столько, что нагляднее это покажут сами снимки экрана. Настройки звука в наушниках, установлены пресетами, режимы энергопотребления, которые можно настроить как на определенный период времени, уровень батареи, можно даже в определенные дни указать свой профиль питания. Также есть функция записи звонков прямо из коробки, шик же. Также имеется удобный центр безопасности, который включает в себя много различных приложений. Встроенный антивирус, очиститель мусора, черный список контактов и... Возможность предоставления рут прав. Да-да, прямо из коробки. И самое главное, возможность два клика сменить прошивку на любую найденную из интернета. Подводя итоги, могу сказать, что смело могу рекомендовать данный смартфон каждому. Из него столько плюсов, что он по праву заслужил звание «Почетный фит в продаже» 2015 года. Один минус для всего этого – это средняя камера. Если вас это не пугает, то, думаю, вы не будете разочарованы, а наоборот, будете крайне довольны. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok